Насколько я понимаю, мы с вами можем приступить теперь к основному курсу. Насколько я вам всё рассказал, всё, что можно было рассказать о курсе, о том, чем мы с вами будем заниматься. Правда, не рассказал только об одном – чем не будем заниматься. Но это уже очень долго тогда. Ну а сегодня начнем. У меня был неудачный, я бы сказал, опыт, когда я попытался следовать определённой логической линии в прохождении курса. Неудачность его заключалась в том, что… О, сейчас в рот заберут, смешно. Совершенно. Отгрызу микрофон, если вы близко будете подносить. Специально по этому зубному врачу, скажу, чтоб вставили мне стальные зубы, в следующий раз я это сделаю. Ну, представляете? Ну, что это… Ну, неудачный будет. Да. Ну, хорошо. Значит, неудачный был какой? Что я решил быть логичным. Представляете? Это очень большое представительство. И начал читать курс с происхождения христианства. Тема эта оказалась настолько большой, но, правда, интересной, а много интересных есть вещей, что я, значит, говорил, 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 то сколько? Ага. Полгода окончилось. На самом-то деле, не полгода, а больше. Первые полгода оно всегда больше. И ничего не осталось, но самое главное. А вот в этом году я хочу быть умным. Я хочу начать не с начала, а с конца. Может быть, тогда нам что-нибудь удастся. Конечно, нужно сначала пройти самые такие важные вопросы, а затем уже, если, ну, останется время, поговорим с вами первым. Так вот, по этой причине я сегодня думаю с вами рассмотреть такой вопрос, который, конечно, никогда нельзя рассмотреть. Мы все-таки попытаемся по том, что такое христианство. Вопрос, который вы так все хорошо знаете, что того, наверное, вам надоело. И вдруг опять то же самое. А вот вы знаете, действительно, мы изучаем так много дисциплин, так много различных вопросов, связанных с христианством. А когда спросят, ну, а не могли бы вы так изложить бы, ну, сам бы суть все-таки? Что составляет существо от вашей веры? Здесь может возникнуть, наверное, один путь. Сейчас в нашей вере особенно важно сказать о том, чем же интересна наша вера. Что составляет ее ядро? Что следует из этой веры? И почему наша Церковь именно такова, исходя из этой веры? Так вот, сегодня я попытаюсь, попытаюсь говорить только о самых главных. Потом мы поговорим с вами о других вещах, а сейчас пока скажу об этом. Итак, сегодняшняя наша с вами тема – это сущность христианства. Еще, правда, одно замечательное самое. Сущность православия, если удастся, мы с вами говорим об этом, как тема, отличается от сущности христианства. Совсем не потому, что это разные вещи. Изначально это совсем не разные вещи, одно и то же. Однако теперь, спустя две тысячи лет, православие стало рассматриваться уже как одно из направлений христианства, одно из ветвей, наряду с многими другими. И именно в этом ракурсе приходится уже говорить о специфических чертах православия. Но об этом, естественно, в другой раз. А теперь мы попытаемся говорить о сущности христианства. О чем говорят все религии вообще-то? О чем говорят? К чему они призывают человека? А что утверждают вообще все мировоззрения? Чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, немножко просто нужно посмотреть на самого себя, на других. Посмотреть с такой точки зрения. А что ищет человек? К чему он стремится? Что он хочет? Я говорю не о наших хотениях вот сиюминутных, которых у нас бесчисленное множество. Совсем речь это не об этом. А если мы подумаем все-таки о самом главном, что вот эти наши ежеминутные хотения и желания, из чего они исходят и к чему они направляются? Куда устремлена вся наша душа сама по себе? Мне кажется, есть слово, с помощью которого можно выразить это. Вот с самого начала и до его самого конца его, то есть человечества и человека, он всегда ищет и стремится к тому, что именуется. Если взять философский термин, то можно сказать, он стремится к благу. Если взять термин, так сказать, мирской, что ли, он всегда стремится к счастью. Это благо, счастье, блаженство. В религиозном мексиконе часто именуется царством Божиим. А запомните, кстати, царство Божие. Не рай, а царство Божие. Где оно есть? По Ивану. Внутрь вас есть. В философии различным образом выражалась эта идея флага. Я сейчас не хочу об этом говорить, только просто упомяну. Ну, философы все время говорят о поисках истины. Ну, что такое истина? Я надеюсь, вы все знаете. Это Пелак признал. Ну, где же нет? Истина – это знаете, что такое истина? Это то, что на самом деле есть. Это истина, что есть. А чего нет, то какая же это истина? Если нет, это надувательство и истина. Истина – это то, что есть. А вот что такое есть? Обратите внимание, что когда мы подходим к какой-то машине сложной, так, то нам хочется знать, как же она работает, и что тут нужно делать, и как поступить правильно, чтобы она работала в нужном направлении, а не против меня. А то еще нажмут что-нибудь, а она на меня и поедет. Мы еще задаем. Вот истина – что это есть? Это знание правильного направления жизни, если мы касаемся жизни. Правильного функционирования, когда мы касаемся действий какой-то машины. правильного, то есть верного знания законов, как они есть, чтобы не ошибиться. И мы поступаем по закону, то есть следуя законам нашего бытия. Я, видимо, буду не только чувствовать себя хорошо, но я могу получить в результате этой правильной жизни многое полезное для себя. Если же я вдруг неожиданно, не зная, начну поступать вопреки законам, совершенно ясно, какие последствия могут иметь место. Посмотрите, вот, например, все кризисы, которые существуют. Например, самый такой яркий и доступный для понимания – экологический кризис. Чем обусловлено? Чем обусловлено? Человеком, неверным путем развития того, что мы именуем прогрессом. Мы неверно относимся к природе, неверно ее используем, неверно развиваем свою цивилизацию. Мы неверно что-то делаем. Мы отравляем атмосферу, воду, ресурсы, выкачиваем, себе вредим, нарушаем озонный слой. И тогда мы что-то неверно поступаем. Оказывается, когда мы поступаем неверно, мы можем ожидать, и это обязательно будет, самых отрицательных последствий. О, как далеко знание истины, то есть знание того, что есть на самом деле, и как оно есть. Когда мы это знаем, представьте, если мы истинно все хорошо понимаем, каково бытие, что соответствует нашей природе, какова наша природа, то, по видимому на этом пути, мы только можем достичь блага. Ибо удовлетворение, правильное удовлетворение человеческих потребностей приносит ему блага. Я так долго говорю об этих вещах по очень простой причине. Мне хочется показать, что философское искание истины, человеческое стремление к правде и справедливости, стремление каждого живого существа к наслаждению, и, в конечном счете, все то, что именуется этими понятиями, оно одно и то же. Все оно заключается в идее, в понятии блага, блаженства, счастья, если хотите. Вот тот центр, та основная точка, на что направлены все, если хотите, силы, духи человека. И так, каждое человеческое мировоззрение, выявите историю философии, каждая религия, именно это имеет своим центром, средоточением, стержнем. Я думаю, что против этого возражать, в общем-то, никто не будет. Это просто свойство, если хотите, человеческой природы такового. Но зато, исходя из этого, а это очень важно, исходя из этого, мы теперь с вами и можем порассуждать, как решает этот вопрос, и как, то есть, как понимает христианство это счастье, это благо, к которому стремится человек своей душой. Что со мной здесь говорит христианство? Чем он отличается от других воззрений? Есть вещи в христианстве, которых мы нигде не найдем. Причем вещи не какие-нибудь, знаете, элементы, винтики, нет-нет. Принципиальные вещи, настолько серьезные, что переоценить их невозможно. Первое, в чем это связано, совсем даже не с идеей Бога, нет-нет. Идея Бога присутствует во многих людей. Даже не с идеей вечной жизни, присутствует в разных формах. И это мысль. Есть другие вещи. И первое, о чем я хотел бы сказать, это понимание человека. Вот только что у меня в Дубне какая-то там, видимо, последовательница сикхов подарила вот такой сборник, великолепно отпечатанный, сборник с большим портретом одного из святых сикхов современности. Сейчас мы в Москве, и очень бы хотел, наверное, встретиться здесь и у нас. Я думаю, что можно было бы посмотреть. Некий Баба Синг и еще третье. В общем, Баба Джи. Так, проще говоря. Я посмотрел такое, что было при его статье, его воззвание к народам России, его воззвание ко всему миру. Это довольно интересно. Человек ко всему миру обращается, к народам России. И, в частности, что он там пишет. Собственно, ничего удивительного для меня нет. Но я обращаю ваше внимание, что является основополагающей, что ли, доктриной, из которой происсякают все последующие выводы. Это утверждение, что по своей природе человек, вот тот человек, реальный человек, он здоров, но целый ряд факторов, целый ряд, они различного порядка, мешают осуществлению этой здравости. Более того, нарушают эту здравость и делают его несчастным в этом мире. Я почему об этом говорю? Христианство предлагает беспрецедентное понимание человека в истории всерелигиозного сознания. Если Баба Сингх говорит о том, что религия одна, а все прочие религии, то есть вся совокупность религий, это есть не что иное, как только дисциплины, отдельные дисциплины в какой-то школе, что руководители, организаторы, родоначальники религии, все не едины, а это вывод, то я вам скажу. Он глубоко ошибается. Вот они не знают. Мне, знаете, интересно было его читать. Почему? Это же и есть то, что мы называем естественным богопониманием, естественной религией. Они, не имеющие откровения, как они мыслят, что они чувствуют. Вот, оказывается, что чувствуют. В общем, мы хорошие, но не умеем жить. Нам нужно знать, как жить. И он говорит там, как, для того, чтобы мы стали все хорошими. Христианство удивляет другое. Кстати, очень неприятные вещи. Очень неприятные. И я вполне понимаю, что почему христианство не так часто принимают искренне. Большей частью принимают так, получи. А искренне, с полным пониманием, принимают очень нечасто. Вот одна из причин. Христианство утверждает, что человек создан Богом. Многие религии это признают с удовольствием. И говорит, что он создан прекрасно, великолепно. Но дальше что оно утверждает? Что в силу грехопадения, природа человека глубоко изменилась, если сказать мягко. Точнее, глубоко повредилась. Еще сильнее. Природа человека поражена в корне ее жизни. Поражена в корне. Она стала смертной. И то, что мы видим в проявлении смерти в обычной жизни, на самом деле, это есть не что иное, как только видимое выражение той пораженности человеческой народы, которое произошло целом в человеке. Называется это поражение, это повреждение, это искажение различными терминами. Ну, вот в богословии усвоился термин, как первородный грех. Значит, речь идет в данном случае не о грехе, как акте, совершенном прародителем, а как о том состоянии, в которое впала наша человеческая природа в результате отпадения от Бога. Для более такого, ну что ли, яркого восприятия этого момента, я привожу такой пример. Что произойдет с человеком, с водолазом, который погрузился в волны прекрасного моря, и которого связывает шланг с кораблем, чтобы он мог дышать и дать с кислородом. Что произойдет с ним, если он, возмутившись тем, что ему там, сверху, требует подняться или делать то и другое, возьмет нож и перелет с шланг, чтобы стать свободным. О, дайте, дайте мне свободу. Именно это произошло у тебя, да, это христианство. Произошел разрыв живой связи человека с Богом. Связи какой? Духовные. Чтобы понять, что это такое духовное, вы знаете, как будто иногда разрыв с человеком происходит. Вы знаете, все кажется ничего, разрыв, вдруг он чуждым становится. Это, к сожалению, случается иногда вот в браке, когда вдруг люди ощущают, что они совершенно чужие. были родные, и вдруг произошло, ну, неважно, о причинах мы не говорим, становятся вдруг чужими совершенно. Это ощущение внутреннее. Оно не может быть передано какими-то словами, но это факт, и говорят, что этот факт страшный. Так вот, здесь произошло нарушение внутренней связи между человеком и Богом. Вот этот шланг, соединяющий человека с источником жизни, оказался нарушенным. Что за этим следует, мы можем себе представить. Происходят необратимые процессы в организме. Необратимые, подчёркиваю. За какой-то гранью они необратимые. И тогда уже беда. Христианское приучение описывает, что произошло с человеком. Оно говорит, что произошло расщепление свойств души на, если хотите, самостоятельно функционирующей части. В частности, говорят о трёх главнейших свойствах. Ум, сердце и тело. Почему-то Григорий Богословов, Семён Новый Богословов, целый ряд отцу указывают более всего на это. Хотя Василий Великий пишет о том, что человечество оказалось... Человеческая природа раздроблена на тысячи частей. Это верно, всё раздроблено. Но основные компоненты, будем говорить, вот эти. Эти три. Иногда их разделяют на два. Как духовная или душа и тело. Сам факт, в общем, таком, что это учение отцов происходит не из каких-то философских, я бы сказал, спекуляций. Нет. Сама жизнь, наша реальная жизнь, свидетельствует о том, что в нашей природе человеческой действительно присутствует какой-то коренной и страшный изъян. Об этом свидетельствует великолепно как история человечества, так и жизнь каждого отдельного человека. О чём говорит история человечества? Я попытаюсь сейчас показать, что учение отцов про щепление человеческой природы, это не есть просто какая-то идея. Это не идея, а это, если хотите, есть факт, подтверждаемый всей историей существования человека на Земле. Как? Насколько мы её знаем. Почему повторяется три месяца всегда человечество? Ну, конечно, счастье, естественно. В чём видит оно счастье? В обеспеченности, в мире, в согласии, в справедливости. Всегда несправедливость вызывает возмущение, правда? Да. Справедливость. Совершенно очевидно, что происходит в человечестве, всю историю. Точно! Уже брат убивает брата, Каид убивает брата. А почему? В чём дело? Зависть! Вот это да! Зависть! А что это такое? Мало земли? Полно! Только этот же рай ещё был земной! Зависть! Зависть! Жуткая вещь, о которой Василий Вики спустя, сколько лет пишет, и не зарождалась в душах человеческих, более павловной страсти, нежели зависть. Убивает родного брата. Дальше, больше. Достаточно почитать нам историю древнего мира. Библия, которая говорит о народе, о народах, потом о еврейском народе. Достаточно почитать истории других народов, поражаясь, что? Непрекращающиеся войны, страшные эксплуатации, насилие, рабство, убийство. Боже мой! Цивилизации сменяли цивилизацию. Каким путём? Путём насилия и войны. Человечество! Где же разум? Оказывается, все ищут счастье! Каким путём? Жутким! А если возьмём жизнь отдельного человека? По-моему, здесь уж лучше бы даже и говорить бы о чём. Каждый знает, когда вот эти страсти и страстишки полностью обращают нашу жизнь. Полностью её губят из ничего. Всё у человека кажется хорошо. Нет вот! Нет! Завидуют и страдают. Тщеславец его не хвалит и страдают. Уж ну ешь ты на здоровье. Нет надо, естся так, что он бедный потом не знает, что делать. Вы поносит на носилках. Скажите, простите. Это что, умный человек так поступает? Да? Где ум? Где же ум? Уж чего-чего, а у вами нет. Самым безумным оказывается самое умное существо. Вы прекрасно понимаете, что здесь иллюстрации можно привести бесчисленное множество. Все они свидетельствуют об одном. О поразительном безумии человеческого ума. О поразительной бессердечности человеческого сердца. Удивительные издевки нашего тела над нашим умом и над нашей совестью. Действительно, как щука, рак и лебедь оказались наше ум, сердце и воля. Человеческое существо действительно раздробленным оказалось, больным. Христианство утверждает страшную вещь. Тот, о ком, говорят, человек это звучит гордо, оказывается не только не гордо, а стыдно говорить об этом существе. Он наг и нищ, и убог. И самое печальное, это хуже уже даже того, что сказано. Самое печальное, что человек не видит этого. Он видит себя хорошим. Он видит себя здоровым. И это доказывает на каждом шагу, всем своим поведением, всеми своими реакциями на любые замечания, на любое замечание, которое будет ему сделано. Христианство и говорит, что вот это вот состояние пораженности человека, человеческой природы, а носителем этой природы является же каждый из нас. Речь идет здесь не о личностном даже грехе, а о пораженности природы. Вот христианство говорит, что каждый из нас, каждый из людей, являясь носителем этой пораженности, оказывается в таком состоянии, что он не способен изменить ее. Можно попридержать, можно что-то укротить, что-то на время, что-то на долгое, может быть, время, но все это живет во мне. И если я сейчас не раздражаюсь, это не значит, что через мгновение я не окажусь совсем другим человеком. Так что даже никто его знает. Вот что говорит христианство, вот что оно утверждает. Можно сказать так, что вот это повреждение, которое произошло в результате грехопадения человека, оно носит уже характер наследственный. Христианство и говорит, да, это вот жало смерти, это образное выражение. А лучше сказать, вот та дурная природа, которая возникла в Адаме и Еле в первых людям после грехопадения, она уже стала нормой каждого из последующих их потомок. Это факт. Факт, с одной стороны, первое учение христианство, с другой стороны, подтверждаемый всей жизнью мира. Вот о чем говорит христианство. Этим оно выделяется из всех религий и из всех систем мысли. Вот эта идея первородного греха совершенно отсутствует в других религиях. Ее нет. она совершенно неприемлема сознанием нерелигиозным. Этой мысли нет. А вы подумайте только. Представьте себе, только подумайте. человек уже поражен смертельной болезнью, а он не верит в это. Встроен грандиозные планы. Что из этого всего получится? Со стороны смотрит философ и скажет, да, бедный ты человек. У тебя осталось житья. Всего ничего. А ты что делаешь? А представьте себе, когда психика поражена, например, и он там этот больной бредит, и Бог знает, что говорит. А здоровый человек что скажет? Боже мой, что ж ты делаешь? Наш прогресс, которым там гордится человечество, в конце концов привел нас к тому состоянию, о котором сейчас, сейчас говорят с большим, я бы сказал, напряжением, говорят как о чем-то страшном. Если, если человечество сейчас не сможет перейти на другие рельсы жизни, то мы оказываемся перед неминуемой гиблей. По очень многим параметрам жизни. Почти по всем. Вот такова ситуация. Изменить ни один человек не сможет себя. Переделать нет, исцелить невозможно. Вот почему христианство утверждает, что для изменения, если хотите, этой ситуации, уже требуются силы не человеческие, а сверхчеловеческие. Если божество не придет и не поможет нам избавиться от этой наследственной болезни, то человечество ожидает гибель. Гибель. То есть, что-то не просто интересная гибель, а гибель духовная. Кто может меня избавить от страстей, скажи? Ну, что сделать, чтоб не завидовать? Не завидовать? Легко сказать, не завидовать. А как я могу не завидовать? Ну, как он его не завидовать? Если его он наградили, вот смотрите, как он меня нет. Ну, как он мне будет завидовать? Позеленеют, правда. И легко это все сказать. А трудно сделать. Так вот, первое, из чего исходит христианство, это из понимания человека в настоящем его состоянии, как существа поврежденного. И отсюда пресекает главнейший христианский договор, который, если хотите, выражает все существо христианства, и на котором христианство стоит, и без которого христианство просто нет. Христианство утверждает, что Христос, Богочеловек, есть никто иной, как сам Бог, Бог Слова, Сын Божий, который воплощается, то есть принимает на себя, на себя, слышите? Вот эту вот человеческую всю природу, больную, смертную. И через страдания, через смерть восстанавливает это человеческое в самом себе. Это восстановление в самом себе имеет колоссальные последствия для всей последующей жизни, ибо открывается возможность, которой не было в человечестве до того времени. Он дает возможность духовного рождения каждому человеку, понимающему, кто он, принимающему его, так, каждому человеку получить семя новой жизни в самом себе. Если наше настоящее состояние, глубоко болезненное и смертное, явилось, так сказать, естественным следствием грехопадения первых людей, и мы рождаемся в нем без всякого на то согласия и нашей воли, и нашего произволения, то уже рождение новое, духовное рождение, оно сопряжено с сознанием и волей человека, то есть сопряжено с его личностью, с его личным обращением к тому, что он признает как истину. И только если он признает как истину, если только он увидит в нем Спасителя, тогда может совершиться это духовное рождение. Тогда начинается в этом человеке процесс возрождения, процесс духовного восстановления, процесс той жизни, которая дает возможность приобщения человеку, человека к истинному благу. Ведь то благо или то счастье, которое ищет человечество, оно же оказывает просто поразительно безумным. Вот он еще одно из доказательств, что это глубокой поврежденности человека. Поразительно безумным. Посмотрите, какие силы, душевные и телесные, психические и духовные, тратят люди на достижение так называемого счастья. Сколько совершает часто преступлений, чтобы достичь счастья. Неужели не понимая такой простой вещи? Человек, ты же не знаешь, в какой момент ты покинешь эту землю, этот мир. Кто знает? Назовите его. Никто не знает. Так где же твой ум, когда ты точно знаешь, что ты умрешь? Точно знаешь. Отдаешь все силы, нарушая законы и человеческие, и божеские часто, на приобретение того, что лопается в мгновение ока, как мыльный пузырь. Где же, где же твой разум? Каждый день же ты хоронишь людей и знаешь. Безумие! Нельзя бы назвать счастьем состояние человека перед казнью, перед смертной казнью, когда кто-нибудь даст ему конфетку. Ух, какое блаженность! Не, а я! Не этим не занимается человечество, когда перед смертью, перед смертью желает приобрести что-то, другое, третье, желает насладиться тем, другим, четвертым, перед смертью. Где же, пожалуйста? Ясно, что есть только два принципиальных первозрения. Есть Бог и вечная жизнь, или нет Бога. И нет вечной жизни. Но, если в первом случае открывается смысл, открывается, то в другом смысле всё закрывается, и остаётся одна мрачная бессмыслица. Помните, мы с вами говорили? Кредо атеизма. Верь, человек, тебя ожидает вечную смерть. И не знаешь, как он говорит. Так вот, христианство, в отличие от этого безумия, поистине безумие, вот начинаешь понимать, почему апостолы пишут, что мудрость, милость его, есть безумие, и говорит Бог. Действительно безумие. Христианство говорит совершенно о другом. Да, есть благо. Есть это счастье. Жизнь и смысл жизни может быть только в жизни. И эта жизнь открывается вот здесь, когда есть возможность победить смерть. Мы сейчас с вами не касаемся тех моментов, как, что и почему. Сейчас мы говорим о самой сути. Христианство возвещает о том, что Христос побеждает смерть в самом себе. Своим воскресением Он свидетельствует об этом. И даёт возможность каждому человеку приобщиться через себя, именно уже к вечной жизни. Если есть перспектива вечной жизни, тогда я верю, есть счастье. Если вечная жизнь, это и есть счастье. Если же мне говорят, что я, вот сейчас мне дали подержать кусок золота? Подержать. Ну, подержи. Сейчас ведь мы будем, я отниму. И это кто-то называет мне счастьем, то я скажу, извините, это что за садист такой, который издевается надо мной. Подели на тебя корону царскую. Ну как, хорошую? Ну, хватит, голубочный человек, голову головой вместе с короной. Христианство, говоря о вечной жизни и говоря о Христе, как источники этого бессмертия, открывает человеку дорогу к истинному благу, к истинному счастью. И оно заключается, оказывается, не в этих вещах этого мира, ибо всё это предет. Оно заключается в глубине человеческой души. Царство Божие внутрь вас есть. Вот как оно достигается? Как оно приобретается, это счастье, это благо? Какие для этого требуются средства? Что дано Христову? Что требуется от человека? Это вопрос уже другой. Об этом, я надеюсь, мы с вами поговорим. Но сейчас мне бы хотелось именно вот это, об этом вам сказать. Что христианство уникально в том смысле, что оно говорит о совершенно другом характере понимания и самого счастья, и средств его достижения. Христианство предупреждает и каждого человека. Каждого человека. Смотри на себя. Знай, что твоя природа больна. Знай. Не доверяйся своим мыслям всем. Единственное правило, которое ты должен иметь, относись к каждому человеку так, как говорит Евангелие. И тем самым ты поступишь правильно. И тем самым ты взрыхлешь почву в душе своей, на которой могут произрасти плоды того благо, которому так стремится каждый человек. Вот в чем вся суть христианства. А знаете, как много неверных тракторов? Я думаю, что нам с вами будет не безинтересно и не неважно поговорить о нем. Потому что иногда положительное раскрытие вопроса, оно оказывается психологически недостаточным, и потом оно не может подчас указать на все те стороны вопроса, которые просто необходимо видеть для лучшего понимания его. Вот я и хочу вам сейчас назвать и немножечко поговорить о некоторых вещах, которые связаны с неверным пониманием существа христианства. Я бы назвал вам несколько таких вещей, каждый из которых заслуживает, мне кажется, внимания. Первое, первое, исторически первое, и которое остается важным, в важном смысле его знания, остается по сей день глубоким заблуждением в отношении христианства, это и есть рассматривание его христианства как некоего продолжения ветхозаветной религии иудейства даже. Вы помните, христианство назвали сектой иудейской. Римские историки именно так и понимали христианство. И вначале действительно трудно было, поскольку все проповедники оказались, ну, в большинстве своих случаев, евреи, иудеи, в самых, на самых первых порах буквально, они даже, многие из них, помните апостолы, посещали даже Иерусалимский храм, даже при России жертвы. Еще шел процесс, церковь только зарождалась, еще не было ясного понимания и отчетливо выраженного представления о том, что произошло. И многие видели в христианстве ничто иное, как продолжение и развитие ветхозаветной религии. Однако дальше история показала очень интересные вещи. Во-первых, и самое, может быть, такое неприятное, иудейство восстало на христианство. Восстало всеми средствами, которыми только оно располагало. Не только там, в Палестине, но послы из Палестины пошли во все народы, всюду, где были иудеи рассеяния. У Иустина-философа очень интересные вещи в его разговоре с Трифоном иудеем сообщаются. Равинистическое иудейство посылает гонцов всюду. И эти гонцы доходят не только до евреев рассеяния, они идут дальше, они идут к правителям. Начинается жестокое уничтожение христианства. То, кстати, о чем теперь почему-то не говорят, не принято. Говорят только о другом. Об утеснении евреев христианской церковью. Были жуткие гонения на христианство. Возник конфликт. Иустина-философ говорит о том, что, тем не менее, мы вас не ненавидим. У нас нет к вам ненависти. И мы молимся за вас, чтобы Бог открыл вам, тем не менее, истину. Но факт остается таким. В настоящее время ситуация остается очень странной. Когда произошла реформация, то иудейство подняло свою голову. Вы знаете, что протестантизм своим, кстати, одним из первых был, борьба с иконами, с изображениями. В кальвинистские храмы реформатские сейчас, если вы зайдете, я вот заходил, ничем не отличаются от синагоги. Просто ничем. Обращение к Ветхому Завету усиливается. И сейчас уже можно констатировать, что западное христианство находится целиком, полностью под влиянием Ветхого Завета. Все христианские истины интерпретируются через Ветхий Завет. Особенно нравственные истины. Вы не найдете на Западе Ирине. Вы найдете только шалом. Христианские организации под названием шалом, не Ирине. А это вещи совершенно разные. Вот мир и то и другое. Шалом, мир и Ирине, мир. Понятия совершенно разные. Ветхозаветный мир – это благоденствие земное. Шалом – это благоденствие земное. Какое же благоденствие, если война? Никакого благоденствия. Ирине говорит о мире духовном, благодаря которому только возможно истинное и земное благоденствие. Не языческое, а истинное. Совершенно разные вещи. В настоящее время идет очень сильная иудаизация христианца на Западе. В этом отношении Папа Римский особенно усердствует. Вещание такое, что он идет во главе всех. Его некоторые заявления просто поражают даже, что он говорит. Или человек не хочет думать. Или он преклоняется перед той финансовой силой, но просто жалкой и неприятной. При Ватикане существуют папские советы. Один из папских советов по христианскому единию. Другой папский совет по диалогу с другими религиями. Два папских совета есть. Занимаются эти вопросы. Диалог с иудейством ведется в папском совете по христианскому единству. То есть, опять оказывается, христианство и иудейство оказывается одно и то же. Возвращаемся к первому веку. Вопрос возникает. А почему? Ответ. У нас одна Библия. Простите, разве дело в Библии? Сущность христианства Христос. Иудейство Христос есть кто такой? Лжемессия. Лжемессия. Слышите? При одной Библии. Да как же тогда мы можем тут рассуждать? Это совершенно другая религия. Бабаджи говорит, что Иисус пророк. Мусульмане говорят, что Иисус пророк. Понятно. Другие религии. Они не говорят, что он лжемессия. Здесь даже говорится лжемессия. Или из выступления Иоанна Павловна Второго. В Ватикане в октябре 1997 года был симпозиум. Корни антииудаизма в христианской среде. И вот, что он там сказал. Этот народ призван и ведом Богом. Творцом неба и земли. Поэтому его существование не принадлежит к одной только сфере природных или культурных явлений. В том смысле, в каком человек при помощи культуры развивает свои природные ресурсы. То есть, значит, как все, все другие народы. Не принадлежит к одной только сфере природных или культурных явлений. Существование этого народа – это факт сверхъестественный. Это народ завета. И таковым он остается всегда. И несмотря ни на что, даже когда люди неверные. Это что такое? Бедный Христос, когда говорит, придут от востока и запада, с севера и юга, и возлятут с Авраамом и Сааком, а сыны царствия будут их на ногу. Ничего он не понимал. Или говорил, ваш отец дьявол, и вы соберевый повод отца вашего творителя. Как он заблуждался. Или притча о виноградах, которые поняли, о чем идет речь. Что Папа Римский не знал этого, да? Не читал Священного Писания никогда. Когда жуткие такие вещи. Даже если народ неверен, значит, воспинатели Христа, кажется, все равно остаются. И он, значит, предавший Христа, все равно его, Бог ему верен, что он говорит. Так вот, одно из глубоких заблуждений. Я не знаю, действительно это заблуждение у него, или это просто сознательный акт. Это Бог его судья. Но мы говорим о заблуждении сейчас. Одно из глубоких заблуждений, понимать христианство, как какое-то продолжение Ветхого Завета. Ветхий Завет был только тенью, слышите? Образом будущих благ. Образом. Образом несовершенным. Поэтому Иоанн Златоуст говорил, Ветхий Завет отстоит от Нового, как земля от Неба. Как земля от Неба. Но факт таков. В двадцатом веке, вновь после двух тысяч лет существования христианства, оно вновь на Западе, по крайней мере, на Западе. У нас ещё этого нет. У нас это будет. Будет. Но пока нет. Но это будет. Христианство одною рассматривается, как секта иудейская. С чем разница? Второе. Тут попроще. Второе понимание христианства, неверное понимание, связано с философским его восприятием. Христианство рассматривает просто, как новые доктылины. Новое учение, которое сообщило человечеству новую массу новых идей, которых он просто даже не знал. Мы вот это поговорим потом. Действительно. Это учение беспрецедентное, в отношении очень многих истин, возвещенных христианством. Одно только понимание Бога, как Бога единого в Троице. Уже о чём говорит. То есть, христианство это есть то новое учение, которое должно преобразить мир. Почему неверное такое восприятие христианства? По очень простой причине. Самый большой факт какого? Что большинство из христиан просто почти ничего не знают об этом учении. Знают о Христе, об Иисусе. Знают крест. Знают кое-что. Самые немногие. Никаких богословских тонкостей не знают. Да и не видят даже особого какого-то смысла, что ли, глубокого, чем восхищаются философы и мыслители. Просто верят. Сколько мучеников, которые мы знаем, стали святыми, совсем не зная никаких этих тонкостей и учений. Дело совсем не в учении, а дело в факте вот этого сверхъестественного явления в мир самого Бога. За явлением Бога Слова воплощенного произошло другое, такое же колоссальное явление Бога. Духа Святого. Действие, которое поразительным было и остается. Вы же помните, что произошло в сошедении Святого Духа. Какие и какие дары Святого Духа получали люди. Вплоть до самых удивительных. Коварения на островных языках. Ну, это вопрос другой. Я хочу сказать, что, конечно, существо христианства не в учении. Если бы это было так, Христос ничем бы не отличался от того же Будды, от того же Конфуция, от того же Мухаммена, от того же Заратустра, от того же Пифагора или Сократа и так далее, или Моисея. Все учение мог бы преподнести Яну Крестителю. Суть христианства в жертве Христовой. В жертве Христовой. Почему крест и остается символом христианства? Крест. И вот символ жертвы. Совсем не учение. Учение – это то, что необходимо для принятия этой жертвы Крестной. Что сочетается с пониманием этой жертвы Крестной. Мы бы не могли понять этой жертвы Крестной, если бы не было открыто о Боге Троице. Не могли бы просто понять это. То есть, учение является вторичным. И Христос, в первую очередь, совсем не Учитель. Учителя – да, но не в первую очередь. В первую очередь Он Спаситель. А Учитель – во вторую очередь. Поэтому любого другого Учителя и основателя религии можно заменить. И неважно, кто там, кто явился основателем – Мухаммед или, так вот, неважно. Будда или другой кто-то Учитель. Моисей там или Иисус Новик. В конце какой разницы? Да никакой разницы. Бог может говорить через каждого. В христианстве же, если вы скажете, что Иисуса Христа не было. Всё! Всё рассыпалось буквально. Но дело не в учении. Сказали бы, Христа не было, а учение преподнёс в память. Всё! Христианство не было. Повторяю ещё раз. Жертва Христова составляет суть христианства. А не научение людей. Научить мог бы любой из пророков. Столь же неверным является и восприятие христианства, как нового закона Божьего. Нового закона. Вот это вот обрядово-законническое восприятие христианства, оно является ничем иным, как инерцией. Инерцией, идущей действительно с Ветхого Завета. И не только с Ветхого Завета, а иудеевского. Но и от языческих религий. Вы знаете, вот человеку очень импонирует что? Хочется спастись. Я не говорю, что это значит спастись. Не важно. Хочется. А как сделать? Христианство говорит, что нужно измениться человеку по образу Христа. Это очень трудно. Как мы уже говорили, я не могу победить зависть и довольствие с вами. А есть другой способ. Церковью для помощи человека очень много даётся средств, помогающих. Устроится храм, устроится богослужение. Создаётся традиция различных богослужений. Там молебны, банихиды, акафисты, всякие тропоричины и так далее. Устанавливаются посты, правила индивидуальные и так далее. Всё это средства, которые должны были бы помочь человеку. В чём? В изменении себя. Так вот, и возникает какая тенденция. Эти средства, средства помощи, спасения, воспринимать как необходимые и достаточные условия для спасения человека. То есть, если я хрещен, хожу в церковь и там исповедуюсь, причащаюсь, когда надо, подаю записки, получаю проспоры, служу молебны, сохраняю посты. Всё. А если ещё читают утреннюю, вечернюю молитву, читаю. Да всё как положено. И тогда уже ко мне не подступитесь. Почему? Я правильный человек. Я правильный человек. Не то, что другие. У Феофана Затворбика есть хорошая такая фраза, но так она понравилась. Не могу. Сам дрянь дрянь его, а всё твердит. Лесень, как уже прочие человечцы. Замечаю. Вот это обрядово-законическое восприятие христианства, сведение его существа к исполнению вот этого набора всех средств, забывая о том, что эта церковь установлена в качестве вспомогательных средств к исполнению заповедей. А завтра это в другом состоянии. Антоний, ты не ешь, ты мало ешь, я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю, говорит дьявол Антоний. Не этим ты меня победил. Да и Христос сказал совсем другое. Блажены чистые сердца. Сердцем чистые. Вот это обрядово-законическое восприятие христианства – жуткая вещь. Которое особенно сильно поражает вот такое примитивное народное сознание. Оно убивает буквально человека. Легко здесь стать праведником. Это тогда наступает беда. Такие праведники – это жуткая вещь. С ними, главное, ничего не сделаешь. Это недаром говорят – святой сатана. Точно. Точно. Все делай, все как положено. И не подойди к нему. Я вам скажу, это одна из страшных угроз в христианском сознании. Одна из страшных болезней, которая, к сожалению, существует в каждой церкви. В каждой церкви. Более того, в каждой религии даже. Нужно с этим бороться всеми силами души. Всегда нужно знать – заповеди Христовы – вот, что мы должны исполнять. Все церковные установления являются лишь вспомоществующими средствами. Которые оказываются полезными только тогда, когда мы их именно как средства к исполнению заповедей рассматриваем. А что проку, если я пощусь, ем пескарика и загрызаю человека? Что это такое-то? И так, сущность христианства. Именно сущность заключается в том, что мы исповедуем. И является это нашим, если хотите, основополагающим камнем нашего убеждения. В том, что спасение человечества, а мы еще об этом будем говорить, что это такое, спасение человечества осуществлено тем, которого мы называем Христом, Богочеловеком, Сыном Божьим воплотившимся. Тем, который принес себя в жертву о том, что это такое, мы опять-таки с вами будем говорить. Вот это вот первый, так сказать, краеугольный камень, на котором строится все здание нашего мировоззрения. Однако при этом, напоминаю вам, мы с вами еще раз обращали внимание на то, что все это прекрасно знает сам сатана и остается дьяволом. Поэтому, когда мы говорим о сущности христианства, то нужно подразумевать под христианством не только вот оно, вот там оно лежит в каком-то ящике, в каком-то компьютере, где можем посмотреть все его данные. Это предмет. И когда остается он только для человека предметом, тогда проку от этого никакого нет. Мы говорим о сущности христианства для человека. Не забудьте, сейчас вот 20-21 век. Основная постановка всех вопросов носит уже совсем другой характер. Не отвлечен на умозрительный, а именно в том, как в связи с человеком, какое отношение имеет к человеку, что делает с человеком. То есть, все соотносится, любая постановка вопроса соотносится с человеком как таковым. И вот с этой стороны, и это, пожалуй, еще более важное, мы здесь можем и должны говорить о том, что сущность христианства для человека состоит в том, чтобы он сам убедился в том, что ему нужен вот тот, о котором написано в книгах, о котором написано в Евангелии, что он ему нужен. Что для этого нужно сделать? Что это вообще означает? Вот это и составляет, если хотите, сердцевину, сердцевину того, о чем бы и должно говорить богословие, и чем оно должно было бы заниматься. христианство говорит о возможности преображения человека, подразумевая под преображением ничто иное, как освобождение человека от власти того, и лучше сказать, тех стремлений, намерений, чувств, желаний и так далее, которые присутствуют в каждом из нас. Первое и главное для человека – это увидеть, что, оказывается, насколько я подвластен своим инстинктам, своим, часто, неразумным влечением, иногда отвратительным, безобразным идеям, мыслям и желаниям и так далее. Подвластен. И здравый человек, он всегда может увидеть, что вот эта подвластность меня этим вещам, вот это вот порабощение меня ими, оно приносит мне действительно страдания. Оказывается, все то, что называет христианство грехом и страстями, приносит человеку в конечном счете только мучения и страдания как таковые. Поэтому задача христианства – освободить человека от ига вот этих вот вещей, освободить его, сделать его независимым от этого. Проще сказать – исцелить его. Вот это вот задача – задача. А чисто отвлеченное понимание христианства, оно мало что дает человеку. И более того, я вам скажу, это очень важно иметь в виду, что это отвлеченное знание, оно даже не очень важно. Вы слышите? Оно не очень важно. Нет сомнения, что простые люди, которые не получили никакого богословского образования, но которые искренне верят, живут по-христиански, живут по-христиански так, что они действительно приобщатся Богу. Хотя они ничего почти не знают. Помните у Мельникова-Печерского на горах и в лесах? Как он там приводит? Пример с таким с юмором, как один проповедник молодой на Троице говорил проповедь и объяснял людям, что такое Троица. И когда уже объяснил всё основательно, спрашивает стоящего рядом это громадину Фому. Понял, Фома? Понял. Говори, что такое Троица? Христос, Богородица и Микола. Бедный проповедник чуть не упал в обморок. Ах, ты такой, слушай же, дубина-то эдакая. И давай ещё на полчаса объяснять. Теперь понял, Фома? Понял. Отвечай. Микола, Христос и Богородица. Ну, всё. Непробиваемый Фома. Абсолютно непробиваемый. Фома уже знает, что такое Троица. Чего тут этот какой-то молокосос, мальчишка прислали им священника, твердит там о чём-то, о каком-то духе святом, сыне Божьем. Фома знает. Я к чему говорю? Что действительно уровень познания христианского вероучения очень многих людей, можно сказать, не превышает вот этого самого элементарного восприятия. И что это значит? Мы допускаем глубочайшую ошибку, когда оцениваем христианство человека по степени его знаний, правильного или ложного знания им христианских истин. Ещё раз обращаю ваше внимание. Дьявол не просто верит, а точно знает, что такое Троица получше нас, как понимать Боговоплощение, какое соединение природ во Христе, что означают все таинства. Вы слышите? Знает. В то время, как мы можем только верить. православнейшая тварь! А мы говорим – дьявол! Вы подумайте! Вот та ошибка, которую мы постоянно совершаем. Оцениваем православие, потом – да, как? Ответьте – это всё, кажется, правильно. Смотрю, читаю некоторые книжки, некоторые. Главное, чтобы человек православно учил. То есть, по полочкам, по драматическому богословию какого-нибудь там Малиновского или кого-нибудь там, да, или Макария Булгакова. Всё. А прочее – это уже как ничего подобного. Грубейшая ошибка! Христос спросит каждого человека не о том, как он понимал дух и материю, как он понимал даже Святую Троицу, как понимал он Филиокву или Бесфилиоквы. Не об этом спросит, а спросит о другом. Осуждал ты или нет? Завидовал или нет? Обманывал или нет? Совесть. Вот он, голос Божий. Чистота совести, оцениваемая как по христианским началам жизни, по заповедям Божьим, вот что характеризует православие человека. Прежде всего, то есть что? Его духовная сторона, нерациональная, некомпьютерная, что у меня в голове там набито. Какие программы? Какая информация? А именно состояние, духовно-нравственное состояние человека. Друзья, не будем забывать, что сатана все знает, православнейшим образом знает и остается дьяволом. Поэтому сущность христианства заключается в чём? В искреннем стремлении человека к осуществлению вот той нормы человечности, которая дана нам в Евангелии. В Евангелии дана, в Его заповеди, в учении Христа. Стремление, искреннее стремление. Вот что такое искреннее стремление. Слышите? Не формальные вещи, а искреннее стремление. Вот хочет человек. Да, я иду, может, спотыкаюсь, может, упаду, но я искренно хочу и иду, чтобы не было. Что иду? Как иду? Иду, хочу жить по-христиански, насколько это в моих силах, я это делаю. Так вот, на этом пути, на этом пути искреннего стремления осуществить в себе эти начала христианской жизни, на этом пути, прежде всего, человеку открывается открывается его, если хотите, слабость, лучше сказать, бессилие какое-то, болезненность какая-то. Вот коленку заломила и не могу идти. Все смеются, а ну, смейся. Не могу. Вступила. Вступила. И не могу идти. Так это же надо осознать. Скажу вам. Оказывается, самое трудное дело, мы даже себе представить, наверное, не может человек, пока он не взялся, самое трудное дело мне, грешному, которого не тронь ни с какой стороны, увидеть, что действительно я грешный. Первое. Второе. Действительно увидеть, что я, к сожалению, не могу победить в себе ни одной страсти, даже страстишки, как раб какой. С какой стороны дунет, туда и лечу. Знаете, как пыльная дорога? Какая тварь не пройдет по дороге, та следы и оставляет. Так у меня, что не пройдет в голову, то и вращаю. Не такие вещи вращаю, что, не дай бог, чтобы кто-нибудь только не узнал, не увидел. Хорошо, что нет аппаратов, по которым бы увидели, о чем я думаю и в чем я нахожусь. Вот на это надо обращать внимание. Это нужно трезво осознать. И тогда увижу, кто есть я на самом деле. Тогда я увижу. Когда я увижу, как я страдаю от этих вещей. Именно страдаю. Тогда только я могу оценить по-настоящему необходимость помощи Божией. Необходимость Христа в моей жизни. Необходимость вот Его спасения, которое Он приносит. Опыт церкви, опыт бесчисленного множества христиан показывает нам, что, оказывается, каждый, кто приходил хоть немного к осознанию этого вот своего рабства, и кто искренно стремился, и кто начинал искренно обращаться ко Христу с молитвой, молитвой, постепенно получал действительную помощь Божию. Действительно, реально. Он начинал ощущать эту помощь Божию в себе. Он начинал переживать Бога в себе. Действия Бога в себе. И постепенно Господь даровал человеку, в постепенное освобождение вот от этого груза, от этих болезней, от этих страданий, которые поражают, поражают нас. Вот оно где христианство-то, оказывается, заключено в жизни, а не в абстракциях, как таковых. Вы скажете, зачем же тогда нам нужно это всё вероучение? Нужно. Нужно. Почему нужно? Но по очень простой причине, что даже Христа, чтобы мы признали, надо знать, кто Он есть. Святых отцов, надо признать, вот он критерий, за которым мы должны держаться, как за якорь спасения. Потому что только через призму их учения, которые прошли этот опыт борьбы, опыт исцеления своей души от страстей, мы только через их призму можем найти верный путь к исцелению себя, верный путь к Богу. В наше время это особенно серьёзно, друзья мои. Я уже говорил вам, и, наверное, буду ещё, может, повторять, сколько сейчас появляется лже-путей духовной жизни. Именно лже-путей. Я уже говорил о молитве Иисусовой, когда, вон, старец, наставник молитвы Иисусовой, проповедуя за один вдох-выдох 100-200 молитв могу произнести, когда заставляет молодого человека читать эту молитву Иисусу, как моторчик, тр-р-р-р, как мотоцикл какой. Пожалуйста, а звучит как? Только через призму учения Святоотеческого мы можем сказать правильно это или ложно. Не касаясь личности даже этого человека, этого старца. Ему Бог судья. Я не знаю, почему он говорит. Это его дело. Не его мы касаемся, а учение касаемся. И вот здесь мы можем увидеть, верное учение или нет. Как увидеть? Почему мы можем мерить? Где этот эталон? Вот действительно, учение Святоотеческое. Когда святые отцы пишут, когда Бринчанинов, Игнатий пишут, что надо с каким вниманием, благоговением, сокрушением сердца после каждой молитвы, паузы даже маленькую делать, молитвы Иисусовой, говорит, тогда уйдет чуть ли не полчаса на 100 молитв Иисусовых. вот, оказывается, как нужно величайшее благовение. И когда мы встречаем, что как моторчик, чтобы как-нибудь бес не проскочил между словами молитвы, тогда мы сразу начинаем понимать, увы, беда. Увы, беда. От чего бы имени не исходила эта беда? Хоть от Папы Римского. Вот, оказывается, как мы должны подходить. Так вот, друзья мои, видите, сущность христианства сводится к чему? К принятию Христа. Вы слышите? Не к вере абстрактной, бесовской. Еще раз повторяю. Не к бесовскому знанию. Вот. А к той вере, которая является жизнью. Вот это видение необходимости помощи Божией, видение в себе, что я не имею вот тех средств для того, чтобы исцелить себя. Вот оно приводит человека ко Христу. Оно делает постепенно человека христианином. До тех пор, пока я не увидел необходимость мне Христа, я еще не христианин. Кто я? Ну, не знаю, кто я. Бог судья. Но я еще не христианин. Пока я не вижу этой необходимости. Я к врачу обращаюсь только тогда, когда, увы, вижу, я сам ничего не могу сделать. Никак. Не могу. Тогда начинаю искать врача. Точно то же самое происходит в духовной жизни. Точно то же самое. Но сначала, как и все мы, мы пытаемся своими средствами что-то сделать. А печенка, селезенка не проходит. Тогда бежим к врачу. Так и здесь то же самое. Почему Семен Новый Богослов произносит замечательные слова? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. То есть, открывает человеку его немощи. Вы слышите, что открывает? Не безделье, не равнодушие, не отсутствие христианской жизни, а понуждение, тщательное исполнение. Открывает человеку его подлинные силы. Открывает ему, кто он есть на самом деле. И кто он есть. Если мы посмотрим на святоотеческий опыт, мы все убеждаемся. Все они приходили не к чему-нибудь, а к величайшему смирению. И вот в этом состоянии смирения и происходит соединение Духа человеческого с Духом Божьим. Ибо Бог и есть величайшее смирение. Вот так, друзья мои, вот видите, в чем заключается сущность христианства. Оказывается, вот в каких вещах. Ну, напоминаю вам, ну, еще, так сказать, ну, некоторые вещи. как положение, относящееся к этой теме, нас же спрашивают, мы можем обратить внимание еще на одну сторону. На какую? Посмотрите, кем является Христос для христианства, в отличие от азасователей других религий. Помните, я говорил, Будда, неважно, был он, не был. Учитель, мог быть, и другой. Мухаммед, пророк был, и другой может. Моисей, мог быть, и другой. Там они были кем? Только учителями, только теми людьми, которые, как они говорили, да, им Бог открыл, и они передают другим людям. Христос совсем другой. Помните, мы с вами говорили, Христос – это не просто пророк, а суть, оказывается, того, что он принес, это его жертва. жертва, благодаря которой только что-то совершилось, что-то онтологическое, сущностное совершилось, фундаментальное что-то произошло. Об этом будем говорить? В этом вся суть, а не просто в научении и откровении. Вот в связи с этим стоит помнить, мы об этом еще поговорим с вами, но стоит помнить, что в понимании вот этого главного, что совершил Христос, мы уже находим удивительное, к сожалению, удивительное, даже странное и горестное различие между православием и западным христианством. Горестное различие. Если православие изначало, если вы возьмете святых отцов, просто изначало, все они говорят, сущность жертвы Христовой в чем? В исцелении человеческой природы. Какой? В ком? Не в нас, а в той, которой Он воспринял нашу падшость и исцелил ее своими крестными страданиями. Мы можем только приобщиться этой природе по мере нашей христианской жизни. то запад пошел по совершенно другому пути. Сама терминология там другая. Если у нас прежде всего Христос Спаситель, то католицизм предпочел из многих святоотеческих и священного Писания терминов для католицизма самым главным оказалось искупление, то есть выкуп. Для протестантизма почти то же самое. оправдание вы слышите, чем связано? С каким-то внешним актом отношения Бога к человеку. Выкуп. Кого выкупают? Тот, кто попал в плен. Его просто выкупают, за него платят. Вы слышите? Платят за него. Да-да, так и учат. Возьмите, он катехист католический, вот такой вот бух. Слышите, что там? Выкуп, да, он принес удовлетворение правосудию Божию. У Христа, оказывается, безмерные заслуги, вы слышите? Заслуги, оказывается, у него колоссальные. Он выкупил протестантизм в то же самое, но, может быть, даже еще дальше пошел. Оказывается, Христос оправдал, вот он, хотя виновен человек, но он теперь оправдал его перед Богом Отцом. Патриарх Сергий в своей замечательной работе «Православные учения о спасении» так и пишет, какой ужас, что мы находим там. Оказывается, оказывается, что человек не исцеляется, не очищается, а какой он есть, оправдывается. И что отсюда получается? он со всем этим своим ветхим багажом входит оправданный туда. И всю вечность быть тем же, но оправданным. Ведь оправдание, оправдание часто бывает, почему? Ну, уж так, по снисхождению. Кто-то заплатил, выкуп дал, и человека освободили отсюда. Вам понятно? И освободили отсюда. так простите, что проку, что меня говорят, что я поломал руки-ноги, мне говорят, ну, ничего, вы оправданы, будьте спокойны. Простите, как спокойны? А руки-ноги? Ну, вы же всё, вас выкупили, вас оправдали. Внешний подход. Понимание самой жертвы Христовой носит чисто внешний, как очень хорошо сказано, юридический характер. Не исцеление внутреннее, а оправдание внешнее. Я вам скажу, это беда. Беда. Почему? Потому что всё христианство направлено на что? Блаженно чистые сердцем. Сердцем чистые, то есть избавленные, очищенные от страстей, а нам тут, оказывается, выкуп предлагают и оправдание в том состоянии, в котором мы находимся. Поэтому протестантизм дошёл уже до ручки, что называется, когда говорит, что у верующему, верующему во Христа человеку прощаются грехи и прошедшие, и настоящие, и будущие. Вы слышите? До чего дойти? Вот это беда. Но мы ещё с вами об этом немножечко ещё будем говорить. Я просто вам напоминаю эти вещи, поскольку они в высшей степени важны. Нам просто надо знать это, обязательно помнить это и понимать, что такое западное христианство. В самом корне оно направляет человека не в ту сторону. я довольно долго преподавал западное исповедание, пока было четыре курса академии, и пришлось повнимательнее посмотреть. И вы знаете, я ахнул. Оказывается, нет ни одной христианской истины, католицизме и протестантизме, ни одной, в которой бы совпадали наши учения. Всё другое. Учение о Троице другое. Учение о жерти Христовой другое. Учение о грехе другое. Учение о таинстве совсем другие. Всё другое. Это поразительно. Причём, это другое другое. Не просто другое, а оно идёт в полном контексте иудео-языческого понимания Бога. А вы помните, какое там было понимание Бога? Бог кто? Царь, который может помиловать, а может наказать. Давай барашка принесём. И, глядишь, он умилостивится жертвы. Так, умилостивить божество или откупиться от божества чисто внешнее восприятие. Так вот, поэтому всё то понимание христианства, которое там мы находим, оно действительно глубоко, глубоко искажено. Вы имеете это в виду по всем причём вопросам, по всем основным вероучительным вопросам. И самое главное, с чего я начал сегодня встречу с вами, и самое главное, по вопросу духовно-нравственной жизни, понимания духовной жизни. Потому что, ещё раз вам говорю, даже правильное понимание догматических истин ещё нисколько не делает человека подлинным христианином. Так, если хотите, последний момент, который связан с пониманием сущности христианства, он связан с чем? С пониманием Бога. С пониманием Бога. Что, о чём говорит христианство, на чём оно настаивает? Христианство открыло нечто, что является беспрецедентным в истории, в истории, вы слышите, религиозного сознания мира от начала, наверное, бывшего. впервые за всю историю христианство объявило, что Бог есть любовь. И вот, вы знаете, есть любовь. Всё, точка и точка. И вы увидите, как это трудно понять и принять. Напоминаю вам, иудео-языческое сознание Господи Бога как судью. Посмотрите, мусульманство – все милости и милосердны. Милости и милосердны. Может помиловать, может наказать. Сделал то-то, вот тебе, по всей правде. Никак нибудь, по всей правде. Христианство говорит – нет, нет, нет. У Исаака серийные замечательные слова, где он говорит – «Где справедливость, там нет любви. А где любовь, там мы не можем говорить о справедливости». Глубокое непонимание, когда Богу приписывают наряду с любовью его правосудие. Потому что, если Бог поступит по любви, значит, он уже не правосуден. А если он поступил по правде, тогда где же любовь забыли, забыли о том, что именно любовь только и может совершить истинную правду. А правда в чём состоит? Сказать вам, в чём состоит истинная правда? Вдруг вот сейчас вошёл Квазимода, помните его, нет? Из собора Парижской Богоматери. Говорят, это ужасный был, у неё вид ужасный, душа-то была прекрасный, а вид ужасный, безобразный, безобразный. И вот кто-нибудь бы сказал, да, ну и чучело же ты. Это было, пожалуй, верно, формально, на самом деле ложь. Другой бы сказал, ой, ты нормальный и вполне человек. У каждого своя индивидуальность, но ты очень симпатичный. и вовсе ты не безобразный. Кто тебе такие вещи сказал? Что ты? Ты даже очень приятный. Это было бы неправда. Его вид был отвратителен. Это была бы истина христианская. Прошу вас обратить внимание, истина в христианстве там и только там, тогда и только тогда, когда здесь присутствует любовь. нет любви, нет истины. Хотя бы чисто формально, вы говорили абсолютно правильно, так оно и есть же, так да, так есть, эх ты, тебе скажи, как есть, и ты тогда узнаешь, как есть. Только человек, не видящий себя, не видящий, что внутри его души начинает говорить, так оно и есть, он такой и есть, не видящий только себя. Ибо, если бы он увидел себя, он бы сказал, нет, нет, только не говорите, какой я есть. И как бы благодарил каждого, кто напротив бы сказал, ну, ничего, знаешь, ну, со всяким это бывает, ну, что же, да, ну, ты исправься только, да, ты, и так далее. То есть, прикрыл бы, прикрыл, вы слышите, как сыновья Ноя прикрыли наготу отца своего. И, напротив, как осужден был этот хам и осталось нарицательным именем это. Повторяю, нет истины там, где нет любви. Нет ее. Христианство заявило беспрецедентную совершенно истину, что Бог есть только любовь. Целый ряд отцов прямо пишут, что, если Бог поступал по правосудию, мы бы тут же должны были исчезнуть. Тот же Он должен был нас уничтожить. У нас ничего правого нет. Ни одна религия этого не знает. Ни одна. И скажу вам больше. Западное христианство не знает этого. Хотя твердит о Боге любви, но вы только послушали, о какой любви там идет речь. Об этом, может быть, потом. Не знает этого. Там Бог – это судья. Недаром Самарин, Юрий Федорович Самарин, один из идеологов славянофильства, в свое время говоря о католицизме, сказал, о католицизме. Так это же иудаизм в христианстве. Точно. Точно. По всем параметрам это иудаизм в христианстве. Удивительную вещь сказал. А когда однажды отца Александра Армения спросили, это было опубликовано его, вот здесь, у него много было прихожан из евреев, спросили у отца Александра, на что нам ориентироваться? Все-таки на какую церковь? На православную или католическую? Ответ. Это было опубликовано черным по белому. Он сказал, я вам советую ориентироваться не на то и не другую, хотя католицизм ближе нашему еврейскому духу, но советую вам ориентироваться на единую религию будущего. Что это такое? Господи, Боже мой! Единая религия будущего. Что это за единое? Вы сами понимаете, что за абстракция? Так вот, я к чему хочу сказать? О чем говорю вам? О том, что христианство, нет христианства, где нет исповедания того, что Бог есть любовь. Эта любовь показана воочию жертвую Христа. О, если бы он был правосуден, не потребовалось бы никакой жертвы. Но эта любовь, о которой заявило христианство, только потому, если хотите, она есть любовь, а лучше сказать, она в самой себе содержит эта любовь. Столь же абсолютное смирение, которым является Бог, как и абсолютная любовь, которым он опять-таки является. Вот, друзья, несколько вещей, о которых я хотел вам сказать, говоря о сущности христианства. Вот, оказывается, к чему она сводится. Вот несколько таких положений, чтобы вы могли, когда вас спросят, когда вас попросят коротко как-то сказать, возможно, насколько это коротко, может попросят вас выступить, а вам наверняка придется это делать. Сейчас, вы знаете, довольно часто приглашают же и студентов, тем более священников выступить, а эта тема очень важная. Я бы просто рекомендовал бы вам вот на эту тему, когда вас скажут, не могли бы вы на какую-то тему выступить, сказать, вот хорошо, о сущности христианства. И здесь вот покажете, покажете вот эти несколько основных моментов, которые дают возможность нам понять, в чём же заключается христианство. Это только несколько. На самом деле это, конечно, шире, но, как мне кажется, это важнейшие элементы, которые характеризуют именно его существо, а не что-нибудь. Ну, хорошо, друзья мои. Ну, вот в связи с этим, в связи с этим, по-моему, мы с вами должны теперь поговорить об искажении христианства, о неверных трактовках христианства. Ну, уже, конечно, в изображении самой сущности уже мы невольно говорим о заблуждении. Да, но всё-таки, я думаю, здесь мы с вами всё-таки должны немножечко выделить те основные моменты, которые, как правило, являются наиболее, что ли, звучащими и показывающими, как можно исказить христианство, кажется, исповедуя его. это очень важно для нас, во-первых, самих, потому что мало проку от того, что я себя называю православным. Правда же? Все называем себя православными. А сколько может недоразумений быть в нашем даже так называемом православном убеждении? Вот о некоторых неверных трактовках христианства, с которыми мы можем встречаться, встречаемся, и которые находятся не только вне нас, вы слышите, а которые находятся и внутри нас. Никогда, прошу вас, не забывайте, когда мы говорим о каких-то характеристиках христианства, то не забывайте, что все эти отрицательные характеристики, все эти заблуждения, они же не просто так вот приходят в голову человеку. Обращаю ваше внимание, все они являются следствием, следствием нашей ненормальной жизни. Все они являются следствием, выражаясь языком апостола Павла, действия нашего ветхого человека. Вот я говорю о западном богословии. Чем оно обусловлено? Вот этим вот развитием ветхого человека, приспособлением христианства к ветхому человеку, то есть к мирскому человеку. Западные христианства – это есть ничто иное, как приспособление от Евангелия, если хотите, Христа и христианства к нашим страстям, к нашей ветхости. Лучше сказать, к нашему мирскому состоянию. Христианство не должно мешать нам жить здесь. Как жить? По ветхому человеку. Не должно мешать. Я же говорил вам, что протестантизм решил, наконец, эту задачу. Уже христианство нисколько не мешает теперь жить. Как? Как угодно. Я же верю христианство Христа. Следовательно, мои грехи и настоящее будущее уже закрыты от Бога Отца праведностью Христовой. Скажите, что еще нужно? Что еще нужно? Действительно, только скажешь «Ура! Наконец, живи себе припеваю Христовичи». Вот так. Вот неверные трактовки христианства. Ну, прежде всего, если говорить исторически уже с одной стороны, хотя на самом деле эта история вневременная, но если говорить исторически, то первым таким, первой попыткой представить христианство в совсем другом свете явилось то, о чем мы читаем уже в деяниях святых апостолов. Когда христианство именуется Назарейской ересью. То есть, когда христианство рассматривается ничто иное, как та же иудейская религия. Причем иудейская уже в каком плане? В плане не то, что даже в том ветхозаветном, которое вело все ко Христу, а уже нет, а уже в том искаженном виде, в том искаженном виде, которое стало виноваться или новой иудейством, или просто иудейством, или иудаизмом. Вот эта религия, которая пригвоздила Христа как Христу. Вот, оказывается, какая религия. И вот здесь поэтому для этой религии, для уже новой, для иудаизма, христианство явилось чем? Назарейской ересью. Почему? Потому что оно не соответствовало уже тем новым представлениям о Боге, о спасении, о духовной жизни человека, о которых говорил Христос. это уже Назарейская ересь. Ересь, тем не менее, чего? Вот той иудейской религии. Ну, вы помните уже из истории церкви немножко, какие были, так сказать, возникали сложности с самого начала, как уже делались попытки, попытки христианства христианства соединить с Моисеевым законом, в частности, настаивали на обрезании, на исполнении всех требований Моисеева закона. И помните решение апостольского собора, который отменил это. Отменил вначале для неевреев, а потом уже в течение, я бы сказал, очень небольшого времени, очень скоро и для всех. Для всех. так что вот эта тенденция имела место переделать немножко христианства, убрать его с того пути, по которому оно направляло человека. И вот эта тенденция понимать христианство, свести христианство в конечном счете к тому же ветхозаветному, причем в новом обличии пути и учению, оно дает себя знать на протяжении всей истории. Видите, всей последующей истории. Это удивительно, но это, собственно, можете не удивительно, но это факт. На Руси, если касаться, вы помните, как это проявилось в 14-м уже столетии в ереси стрегольников, особенно сильно в 15-м столетии в ереси жидовствующих. Помните, когда произошла, в общем, великая смута на Руси, когда и великий князь, и митрополит московский оказались задетыми этими явлениями. К чему сводилось? Вы же помните, Бог один, то есть моно-ипостасен, никакой троицы. Христос вовсе не Сын Божий и не Бог. Таинство это, помните, как кощунство, как его, над таинством, над иконами. И так далее. Вот это вот ожесточённая попытка, это удивительно, переделать христианца на иудейский лад. Смуты были великие. И дальше они продолжали. В следующем веке, в том 16-м, ересь Башкина, да, Феодосия Косова, хотя они и говорили, что они от латин, от латинин, но мы уже знаем с вами латинине, что такое католицизм, по Самарину, это иудеизм, христианство. Так вот, так вот, сейчас вы видите, что это? Яговисты, последователи, Яговы, как они выражаются, да уж, ну, так они говорят, так пусть будет так, Яговы. Опять то же самое. Огромная финансовая поддержка из-за рубежа, великолепные изданные журналы, и все тоже опять самое. Никакой Троицы, Христос вовсе никакой Сын Божий. В общем, все то же самое. Идет борьба против центра. Центр какой? Христос, Сын Божий, воплотившийся. Нет. А если нет? Если этого нет, помните, апостол Павел пишет, если Христос не воскрес, тщетна вера наша. И мы более жалки, чем все прочие люди тогда. Если Христос не воскрес, тогда будем есть и пить, и умирать. Действительно, все обессмысливается. Все обессмысливается тогда. Само понимание спасения то же самое. Об этом еще поговорим мы с вами. Но оно и носит, по крайней мере, в западнохристианских церквах, очень обмерщенный характер. Мы поговорим об этом отдельно, я вам приведу иллюстрации. О чем это все идет речь? О каком-то, о какой-то иудаизации христианства. Недаром уже, вы знаете, уже Иоанн Златоуст писал, кстати, вы знаете, что в этом году юбилей 1600-летия со дня его представления, не Иоанн Златоуста. Так уже он говорил, называл, громил своей кафедры Константинопольской и называл христиан современных ему иудействующими христианами, которые заботятся только о чем? О деньгах, об увеселениях, об играх и так далее. Ну, вы знаете, очень любопытно, что я вам все привожу великие авторитеты. Вот я вам назвал одного святого отца, теперь другого назову. Карл Маркс. Ну, я надеюсь, вы не сомневаетесь, насколько это святой отец. Так он говорил, практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Ух, как точно сказал! Удивительно точно увидел, какой дух европейских народов. Практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Очень точно. Это верно. Это он сказал. Об этом же пишут, пишут, если хотите, все, ну, если взять XIX век, например, Славянофила, все только об этом и пишут. Все великие мыслители. Возьмите Достоевского, я говорю, светских. Возьмите Игнатия Бринчанинова, Феофана Затворника. Они все об этом говорят, об иудеизации христианства. Это печально. Это в высшей степени печально, потому что это есть не что иное, как обмерщение, забвение той жизни. Она нам не нужна. Здесь устроиться, здесь проделать делишки, здесь набрать побольше, а то, чтобы в гроб не поместилось. Здесь и только здесь. есть безумие. И это безумие охватывает христиан. Страшное, какое-то коварное, что-то действительно безумие какое-то. Здесь и только здесь. Даже не понимаешь, что через минуту тебя, может быть, не будет уже. А то, что ты приобрел, куда пойдет? Вот это иудеизация христианства, оно связано еще, связано, то есть выявляет себя очень во многих направлениях, в частности, в богословии, даже в философии. Уже у нас Владимир Соловьев и другие, другие философы уже говорили, говорили фактически о хелиазме, то есть фактически о чем? О наступлении тысячелетнего царства Христа где? На земле. Царство Божие на земле. Протерей Павел Светлов, профессор Киевской духовной академии, пишет целую работу идеи царства Божия и ее, в ее значении для христианского миросозерцания. Я помню, когда сидел на вашем месте, да, помню, однажды взял в библиотеке эту работу, так и не смог дочитать в негодовании. Что это такое? Христос говорит, мое царство не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, я бы, мои слуги подвязались бы около меня, отказывается решить, а тут царство Божие на земле. какое-то странное легкомыслие, но не просто легкомыслие, а чем оно обусловлено? Жаждой, желанием, желанием здесь, здесь получить благоденствие, в забвении о том. Даже в богословии происходят очень негативные процессы, о которых просто вам надо знать. Мне-то приходилось с этим соприкасаться прям непосредственно. Такие фундаментальные понятия, понятия, которые особенно актуальны, актуальны вот в наше время, в нашем богословском лексиконе, какие-то, как мир, например, справедливость, так, они сейчас в западном богословии, ну, естественно, я думаю, и у нас то же самое будет, и отчасти это пробивает уже, только определяются еврейскими понятиями. Шалом! Шалом – мир! Но не Иринии! Скажите, какая разница? На каком языке? Скажу вам! Если обратитесь к ветхозаветным книгам, то под шаломом там, разумеется, земное благоденствие! Благоденствие! И мир, как отсутствие войны, является только одной из составляющих. Идеал какой? Да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земли! Вот он! Шалом! Если мы обратимся к новозаветному употреблению мира, который промыслом Божьим оставлен на греческом языке, так, то Иринии что означает? Моё царство не от мира сего. О мире говорится внутренним, о мире, как освобождение от страстей, о мире, как следствие очищения души. Вы слышите, о чём говорится-то? О внутреннем состоянии! Ни слова, даже намёка нет на вот это внешнее, земное. Иринии кто приобретал? Величайшие подвижники, которые не имели, по нашим земным понятиям, ни малейшие йоты земного благоденствия! Где он, когда в пустыне там живёт, корешками питается? Чем питалась Мария Египетская, стяжавшая Ирини? Разные совершенно понятия, совсем о других вещах. Шалом – это материалистическое понятие, это благодейство на земле. Ирини – чисто духовное. Так вот, когда речь идёт о проблематике того, что такое мир, выяснении сущностных корней этих вещей, западные богословия Ирини не знает. Нет, вы слышите? Иногда, в некоторых случаях, с огромным трудом, знаете, чего удавалось достичь? Чтобы в скобочках после шалома поставили Иринию. То же самое в отношении справедливости опять. Справедливость, ещё бы! Всё западное богословие на этом строится. И опять-таки, опять-таки, всё-таки употребляет термин еврейский – «ЦДК», то есть, опять подчёркивается, какой ветхозаветный смысл этого понятия, а вовсе не новозаветный. Не новозаветный, где речь идёт о правде Божией, диквеосине, праведность, вы слышите? Праведность, то есть святость. Я просто вам привожу в качестве примеров того, что вот одним одним из тяжелейших заблуждений, которые мы видим в истории и которые сейчас можем наблюдать в нашей действительности – это иудеизация христианства, то есть понимание христианства на иудейский лад. Важно бы, кажется, наоборот, должно быть, тем более учитывая, что сейчас немало евреев, которые обращаются в христианство, причём некоторые из них обращаются не от атеизма даже, а от иудаизма. Правда, видно, поверхностно исповедуемо может быть. Многие от атеизма обращаются к христианству. И представьте себе, обратившись оттуда, они вдруг встретят здесь, «Здравствуйте!» А мы уже тут. Понимаете? Что же это такое будет? Вот беда-то! Сам Папа Иоанн Павел II, который сделал, как ни один другой Папа в истории, многое сделал для иудаизации христианства. Это Папа – да! Он прям настоящий не христианин, а иудей просто, христиан. Никто такого не сделал, как он. Уж не говорю о том, что конференцию проводит, проводит он корни анти-иудаизма в христианстве. Провел его параллельно, тот же, и корни антихристианства и иудаизма. И все было бы хорошо, правда же? Пожалуйста, и та тема, пожалуйста, вполне законная, вполне понятна. Но почему нет другой? В чем дело? Посмотрите на историю. Нет. Этого нет. Но это что? А что он говорит? Что он говорит на этом симпозиуме? Это в 97-м году. Пишет, пишет, что еврейский народ таковым, сверхъестественным, останется всегда, и несмотря ни на что, даже когда люди не верны. Вот красота-то! Вы слышите? Если я не верен, если мне Христос не нужен, все равно мы остаемся сверхъестественными. Мне говорили так, что даже иудейские идеологи сами даже удивлялись и поражались этим заявлением Папы. Потому что такого никогда не встречали еще. Никогда. А тут сам Папа, политик номер один, такие вещи, такие вещи говорит. Он совершенно игнорирует слова апостола Павла. Ну, например, те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, под Моисеевым в смысле, по закону осудятся. Потому что не служители закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Странно. Апостол Павел пишет, что осудятся. Папа говорит, несмотря на неверность людей, останутся теми же. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Ибо не тот иудей, кто такого по наружности, и не то обрезание, которое наружное, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Папа не отнастаивает, ибо Господь верен своему завету. А, кстати, вы должны знать, что Папа Римский рассматривается на Западе как политик номер один. Вы знаете это или нет? Никто не будет, а именно Папа как политик номер один. Именно его заявления всегда воспринимаются как что-то особенно такое значимое. Поэтому такие вещи, они, конечно же, воспринимаются с соответствующим духом. Вот так. Вот что делает он. И можно себе представить, что будет с христианством завтра. В Америке, например, я не взял вам эти материалы, был конгресс, и на одном из них была принята даже резолюция, чтобы христиане не занимались проповедью христианства среди иудеев. Потому что они, иудеи, в общем-то, верят так же, как нужно для спасения. В общем, это не требуется. Там восстали некие католики, восстали многие, протестанты, и потом кардинал вынужден был дезавуировать это свое высказание, это свое заявление. Но уже вот такие прямо уже говорят. Оказывается, не нужно уже проповеды Христа иудеям. Вы слышите? Уже не нужно. Папский совет по диалогу с другими религиями не содержит в себе диалога с иудеями. Этот диалог ведется в папском совете по диалогу с христианскими церквами. Правда, интересно? Какие вещи? Да, недаром этот Иоанн Павел II уже где-то сказал, что он надеется, что мы встретим Христа вместе с иудеями. Не с иудеями, которые станут христианами, а именно с иудеями. Иудеи какого ждут Христа? Знаем, земного царя. И я думаю, что в данном случае он, Папа, сказал правильно. Судя по тем тенденциям и характер развития христианства, да, христиане встретят только не Христа, а антихриста. Наверное, вместе. Вместе. Беда, но к этому имеется очень и очень много оснований, чтобы говорить так. Вот такова, друзья, моя ситуация. Христа. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok